Раньше на этом месте стояли рыцари. Местные жители говорят, что стражи не только украшали крепость, но и охраняли ее от хулиганов. Сегодня же от построек остались одни обломки. Людмила Леншина помнит, как площадку обустраивали студенты строительной академии. В 80-м году это место было одним из самых уютных в городе. Была построена вот эта крепость с рыцарями, с обмундированием. Это была сказка. Последние пять лет площадка совершенно пришла в негодное состояние. Полное запустение. Все тренажеры поломаны, все качели поломаны. Площадка превратилась для выгула в собак. На площадке гуляют дети со всего микрорайона Центральный. Кроме того, здесь проводят конкурсы и массовые мероприятия. Жильцы близлежащих домов говорят, что регулярно наводят порядок, выносят мусор. От коммунальных служб города пока особой помощи не было. Как мы не пытаемся своими силами бороться с бомжами, с расхитителями добра. Все это тщетно, поскольку нет поддержки со стороны органов власти. Я не видела нигде. Вот до такого количества шприцов, которые здесь валяются, битых стекол, которые вот я, чтобы мой ребенок старше здесь играл, собирала сама. Вот так в перчатках руками ходила. Каждое утро это было. Городка-фортецы на балансе Макеевки нет, уверяют чиновники. Однако районные власти стараются поддержать территорию в чистоте. На прошлой неделе устраивали субботник. Тогда вывезли больше 80 мешков мусора. Также обращают внимание на благоустройство площадки. Два года назад заменили скамейки и поставили урны. Привлекаем и трудовые ресурсы, и краску, материальные ресурсы, чтобы ее поддерживать, ее в более рабочем состоянии. Облагородить и сделать небольшую реконструкцию, наполнить еще элементами, покрасить, добавить лавочек, может быть. Это в планах. Сегодня в Центральном городском районе около 25 детских площадок. В будущем обещают решить вопрос из реконструкции парка Фортетия. Однако точные сроки районные власти пока не называют. Елена Антонова, Роман Громняк, Руслан Новиков, Панорама.